Один из самых главных мотивов человека, который убивает знаменитость, заключается в том, чтобы таким путем самореализоваться. То есть такой человек рассуждает примерно так. Пусть сам я никчемность, но убив великую личность, я и войду в историю, и совершу великий поступок. То есть тут, по сути, речь идет об эффекте герострата. То есть о желании человека, который не обладает ничем выдающимся, тем не менее войти в историю или даже оказать влияние на исторический процесс. Ну и второй мотив, он такой более утилитарный. Дело в том, что мы все понимаем, что в обществе существуют фанатики, люди, которые все упрощают, которые считают, что события, причинами которых являются многие факторы и довольно сложные обстоятельства, которые ведут к тем или иным последствиям. Они же считают, вот эти фанатики, которые мыслят упрощенно, что за всеми этими событиями стоит какая-то одна личность. И если эту личность убить, то, в общем, это решит все проблемы. И мы, кстати, в России очень часто с такими людьми сталкивались, особенно в конце 19 века, когда был убит Александр II в том числе. Кстати говоря, современные террористы, я думаю, что если бы у них было побольше возможностей, они бы как раз старались убивать ни в чем не повинных людей, а именно людей, которые имеют некое, если хотите, символическое значение. То есть личности, которые символизируют мощь какой-то страны или ценности какой-то культуры. Конечно, мечта любого террориста – это убить, например, Барака Обаму и показать таким путем, что мы отрицаем ценности Соединенных Штатов Америки, которые не навязываются в военные силы. Да.